В послевоенном Советском Союзе произведения искусства создавались по четкому регламенту. Они должны были восхвалять мир, труд и партию, а лучше все сразу. Самым популярным направлением был соцреализм, портреты вождей, рабочих, солдат, пионеров и так далее. Выпускникам художественных академий ничего не оставалось, кроме как рисовать, как хочет партия. Подобное отношение к искусству не могло не породить контркультуру, которая громко и не стесняясь начала высказывать свое мнение во время хрущевской оттепели. Здрасте, вы на канале Сеяна, и я собрал для вас подборку главных дат и событий для первого свободного искусства на территории России. 1968 год. Рогинский. Красная дверь. Художники, ранее писавшие только по заказу, начинают экспериментировать в своих работах. Например, в картинах Рухина, помимо ухода от принципов реализма, заметно влияние поп-арта, который тогда заполонил галереи в Америке и Европе. Вот эти вот штуки, да, это поп-арт. Настоящее искусство. А инсталляцию Рогинского. Красная дверь вообще называют советским ответом Дюшану, хотя это и неверно. Рогинский сделал чертеж двери и отнес его плотником, затем сам ее разукрасил и переметил ручку, найденную на помойке. Он называл все свои работы документализмом, а француз Дюшан делал в основном ready-made. Рогинского я вспомнил просто потому, что его можно считать сперва открывателем свободного искусства в СССР, но настоящими отцами-основателями советского свободного искусства принято считать Виталия Комара и Александра Меламида. В 1972 году они вводят термин социарт. Друзья-художники работали на халтуре, расписывая пионерлагерь. Профили Ленина, рабочие, колхозницы, герои войны, все как обычно. После тяжелого рабочего дня, цитата, Мы дрожали, пили и думали, какие же мы подлецы, что ввязались в эту гадость ради денег. И в какой-то момент завели такой пьяный разговор. А вдруг существует какой-то человек, который делает все это искренне. И это для него такой крик души. Что он рисует? Наверное, своих родных в стиле советских героев. И это показалось Комарой Меламиду до жути интересной идеей. Друзья сначала написали своих родителей в соцреализме, Потом самих себя в стиле мазайки московского метро подписав Известные художники начала 70-х годов 20-го века. Город Москва. Художники и их работы быстро набирали популярность. Не прошло и десятилет, как Комарой Меламид гремели выставками и перфомансами в США. Свой стиль они называли соцарт, шутливо объединив соцреализм и поп-арт. Этот термин такая же сатира и ирония, как и само направление искусства. Антихайп. 1973 год. Первая инсталляция в России. Хотя проводить открытие выставки соцарта было запрещено, интерес к нему только возрастал. Из-за чего экспозицию устраивали прямо в квартирах. Один из таких квартирников приютил у себя первую в России инсталляцию рай, Которая включила в себя коллажи, предметные композиции, мозаики. Забавно, что через 10 лет другое свободное советское искусство В лице Виктора Цоя и группы кино Не сможет выступать на больших концертных площадках И также будет собираться на квартирах, чтобы показывать свое искусство. 1974 год. Бульдозерная выставка. Несмотря на так называемую «оттепель», Авангард все еще был запрещен, не говоря уже о соцарте. Однако художники неустанно заявляли о своем праве на создание свободного искусства. Конфликт достиг точки кипения в сентябре 1974 года. Игнорируя запреты властей, Авангардисты организовали выставку на открытом воздухе в районе Беляева. Оценить работы успели лишь журналисты и родственники авторов, Так как спустя полчаса приехало сотня полицейских и несколько бульдозеров. Слуги закона начали громить выставку, избивать и арестовывать художников. В отделении милиции им скажут «Стрелять вас надо, только патронов жалко». И если московские свободные авторы могли ожидать подобного развития событий, То западная пресса была в ужасе от невежества советской власти, Некомпетентности милиции, ну и бульдозеров, конечно же. Событие получило такую огласку, что правительство принесло извинения И разрешило авангардистам выставляться в Измайлова. Свободное искусство впервые победило, хотя и не без потерь. 1978. Акции «Лозунг». В 77-м люди приезжали в лес и видели красный транспарант с белыми буквами. «Я ни на что не жалуюсь и мне все нравится, Несмотря на то, что я здесь никогда не был и не знаю ничего об этих местах». Спустя год на этом же месте транспарант гласил «Странно, зачем я лгал самому себе, что я здесь никогда не был? Я не знаю ничего об этих местах, ведь на самом деле здесь так же, как везде, Только еще острее это чувствуешь и глубже не понимаешь». 1988. Первая персональная выставка Булатова в Цюрихе. На родине Эрик Булатов был вынужден рисовать иллюстрации к детским книжкам. В Союзе состоялись всего две его выставки. Первая продержалась один вечер, вторая – меньше часа. Булатов начал выставлять свои картины за рубежом и в 1988-м собрал первую персональную выставку в Цюрихе. А к моменту миграции в том же году уже был известен в художественных кругах Европы. Что же сейчас? В наши дни противостояние системе обретает новую актуальность каждые 5-10 лет. Произведения авторов оттепели теперь признаны на государственном уровне. Про них рассуждают пожилые экскурсоводы, хотя домохозяйки продолжают называть их мазней. Работы соцарта вдохновляют современных художников и находят место в концепциях самых разных выставок и галерей. А ведь этого они и добивались. Понравилось видео? Хочешь еще и даже чуть больше? Тогда заходи в мой паблик ВК, ссылка в описании. А еще можешь на мой инстаграм подписаться. А еще можешь поставить лайк, написать комменты. Вообще все вот это вот очень помогает каналу, если тебе, конечно, все это дело понравилось. А еще ты знаешь эту кнопку подписки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!